О проблемах сбора алиментных платежей за чашкой чая традиционно в формате дружеской встречи с журналистами побеседовали руководители службы судебных приставов. Родительские долги перед детьми традиционно составляют большую часть их работы. По состоянию на сегодняшнее число остаток именно неоконченных экспонатных производств по взысканию алиментных платежей составило 6218 экспонатных производств. На сумму, к сожалению, она у нас не изменяется и составляет более миллиарда рублей. В регионе живет 650 мам и пап, которые должны детям больше полумиллиона рублей. И 39 человек свыше миллиона. Рекордсмен – один родитель. Он задолжал полтора миллиона своему ребенку. Как показывает практика, самые крупные суммы у неблагонадежных, безработных и пьющих родителей. То есть у тех, с которых взыскать невозможно. Поэтому на них сначала накладывают административное наказание, а потом и уголовное. У нас в отделе есть такой должник, который еще ранее до введения вот этой административной приоритеты, когда было злостное уклонение, мы его 8 раз привлекали к уголовной ответственности за злостное уклонение. Ему назначали исправительную работу, он сидел. После того, как ввели, то есть мы его привлекли к административной ответственности. И после этого уже в отношении него возбуждено 3 уголовных дела. То есть 3 раза человек для себя никаких выводов не делает. Приставы, чтобы деньги детям выбить, ограничивают родителей в праве выезда за границу или управления транспортными средствами. В большинстве случаев мирные беседы не помогают. У должника судебный пристав арестовал телефон. И для того, чтобы передать этот телефон на реализацию в последующем, получить деньги и перечислить за искателя, его необходимо было изъять. Он категорически отказывался этот телефон отдавать. Пристав хотел этот телефон изъять, он взял его и прилюдно разломал вот так пополам. Да не достанется ты никому. В итоге мы возбудили уголовное дело по 312 статье за растрату арестованного имущества. Ну и я скажу, что это послужило для него уроком. И вот его привлекли по 5.35. И в дальнейшем он не допустил привлечения его к уголовной ответственности. Он осознал свою вину, он раскаялся. Работа в службе нелегкая. Только с начала этого года заведено два уголовных дела по факту нападения на судебных приставов. Одного должник ударил по голове. Еще двоих протаранила на арестованной машине жена алименщика. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова